Всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала и сегодня в своем новом видеоролике на проекте Амазинг РП Раша я буду абьюзить средства, которые у меня есть на донат счете, а именно 6000 Амазингов. Я решил задонатить их и посмотреть, что вообще я смогу купить, на что мне хватит, но в планах у меня опять-таки затюнить Ешку до конца, именно поставить на нее оптику, которую я давно хотел, и соответственно затонировать ее в хлам. Также посмотрим, что можно поставить по дискам и посмотрим, может нам еще и хватит на номера. Ну в общем-то сумма, она вроде как и не маленькая, но вроде как и не большая, мне интересно, что я смогу купить на эти деньги. Но в первую очередь для съемки видеороликов мне необходимо расширить место для транспорта, а именно купить BlackVid. Этим мы сейчас и займемся. Как вы видите, у меня здесь есть 6000 Амазингов, то есть 1 российский рубль это 1 Амазинг, соответственно что? Соответственно это 6000 рублей. Как известно, 1 Амазинг это 1900 игровых рублей, то есть это примерно... Если я обменяю 6000 Амазингов, то у меня получится около 12 миллионов плюс-минус, ну чуть меньше, чуть больше, около того. Но давайте для начала купим BlackVid на месяц, потому что это действительно интересная тема, интересная вещь. Вы можете посмотреть VIP-хелп и вообще, чем отличается обычный VIP аккаунт от BlackVid. Но BlackVid, сейчас я вам покажу, чем он отличается от обычный VIP вообще, чем он помогает и полезен. Вот написано, что дает VIP аккаунт, то есть это увольнение, транспортные компании, там патроны и так далее. Самое интересное, это можно через FlashPay передавать сразу полтинник, сдача, соответственно, биоматериала своего дважды в день. VIP AD, кстати, объявления, которые желтым высвечиваются. Ежедневные киты, кстати, это интересная тема, я никогда не пользовался. Ну и BlackVid, она, соответственно, жестче. Соответственно, тут можно оплачивать имущество подольше, префикс у вас будет отдельный и все-все остальное. Ну и 20% на оплату штрафов. Единственное, наверное, из чего я здесь пользуюсь, это, наверное, кит 20% при оплате штрафов и, скорее всего, оплата имущества на 963D. Давайте купим, даже не задумываясь, потому что я боюсь потратить деньги в молоко, а так у меня хотя бы будет VIP аккаунт. Все, он у меня имеется, я его приобрел, VIP help, как бы даже можно VIP чат проверить, а его тут, по-моему, нет. Ну VIP все могу проверить, да, админ смогу пробить, как бы все понятно. Так, дальше идем, смотрим, что у нас есть по донату интересного. По донату у нас здесь интересно, мы можем купить VIP номер телефона, но у меня он есть. Можем купить номерной знак, это 3000 амазингов. Снять номера с авто мы можем за 400 амазингов. Цвет номерной рамки и так далее. То есть, ну, обычные какие-то базовые штуки, которые у меня есть, но они мне сейчас особо-то и не нужны. Давайте тогда мы сейчас снимем номера с авто, потому что мне не нравятся номера, которые мне выпали на мою Ешку. Я не знаю, есть ли смысл пробовать ставить что-то другое, иное, но я, наверное, их все-таки сниму, потому что в Эдве 720 Еф это не то, что я хотел бы, так сказать, иметь на этой Ешке. Давайте пускай у нас будет пока без номеров. Я считаю, это самый разумный из всех вариантов существующих у нас на свете. И сейчас мы поедем, наверное, обменяем чуть-чуть денег в амазинге, соответственно, то есть в рубли. И поставим оптику, затюним ее, чтобы она выглядела свежо и красиво. Так, мы же заезжаем на СТОшку, тут, конечно, менты стоят, они меня хотят тут палочкой подловить, но я человек занятой, как бы мне некогда с вами стоять и взаимодействовать. И оставлю сразу наверняка сигнализацию, но я ее наверняка не поставлю. Так же, как антирадар, у меня нет столько денег, посмотрим, что будет вообще по оптике. По оптике я тут вижу вот самое дешевое, это 600 тысяч рублей, но она никак не меняется. Я хотел бы вообще вот такую поставить за миллион, давайте денег все-таки обменяем, но в любом случае надо будет тонироваться и так далее, поэтому придется лучше обменять. Перевести амазинги в рубли. И давайте переведем, наверное, 2000 амазингов. А, только 1000, да? Ну вот, миллион 900 мы получили, давайте на миллион 900 попробуем разживиться. Вот хочу поставить оптику наверху на машину, потому что по-другому, к сожалению, никак, друзья. По-другому без оптики она не смотрится. Вот такая есть, вот такая. Но мне больше нравится вот такая свежая синяя, она хоть и дешевле, но я ее в любом случае ставлю. И давайте посмотрим, что у нас есть в плане дисок. Диски я тоже хотел менять, мне нравились Хаммановские. Потому что вообще, в принципе, на Ешку подходят все диски, если вы можете присмотреться. Вот тут она вообще будет похожа на Maybach. Но я, честно, выводов никаких не делал из этого, что мне больше из этого всего понравится. Но, наверное, я думаю, поставим вот такие, наверное, и покрасим их. Ну или нет, или что-нибудь попроще, я не знаю. Но вот такой, мне нравится вот такой вариант дисок, и я, наверное, их сейчас покрашу. Если можно их красить. Да, их можно красить. Только под цвет кузова бы их подогнать, но ладно, пускай будет так. Все. Я считаю, миссия выполнена. Нам осталось только затонироваться в хлам. Теперь переднюю полусферу и, соответственно, заднюю. Че, поедем это и сделаем, я думаю. Проблем никаких не вижу с этим. Выбираем, значит, нелегальные структуры. Нелегальный тюнинг в вытке. И прописываем вводы КПС, пользуясь ютуберскими командами. Лобовуха 15, миллион 200. Сделано. Теперь нам надо переднюю полусферу закатать, потому что в переднюю полусферу у меня полностью вся раскатанная. Также миллион 200 нам надо. Это еще надо мне перевести тысячу амазингов в рубли. Но я думаю, ничего страшного, потому что номера мы все равно не будем ставить. И пойдем, соответственно, покрутим на всякий случай рулетку. Вот, посмотрим, может, с рулетки что-то хорошее упадет. Все. Ешка полностью вкатанная на дисках с аудиосистемой. С третьим стейджем. Я считаю, это максимально достойный вариант. Мне эта машина теперь максимально симпатизирует. Также у меня есть номерной знак снятый. Я не знаю, зачем я его снял. Он у меня остался. Притом, я могу его использовать, но не смогу, наверное, снять его с машины повторно, как это делается на другом проекте. Но я думаю, ничего страшного. Пускай у меня лежат эти номера в адвентаре. Вот, потом найдем, может, машину, на которую можно будет это вкатить. Но ешка у меня пускай будет лучше без номеров. Черная, тонированная, как я все и хотел. Давайте переместимся, наверное, на сайт. Там покрутим рулетку на остаток амазингов, потому что я не особо вижу смысла что-то здесь еще покупать, потому что у меня все есть. Вот. И 800К мне, в принципе, хватает. Даже проверим, там, может, что-то пришло. Нет. Нет, но плюс 2 игрока прибавилось, но пока не пришло, потому что игроки, видимо, не так много сыграли. Ну все, я перемещаюсь на сайт. Давайте там покрутим рулетку и посмотрим, что нам выпадет. Так, вот мы и на сайте. Здесь вы можете посмотреть мою статистику. Она, в принципе, идентична той, что у меня, в принципе, в игре. Вот. Донат 3000 амазингов. Давайте посмотрим, что такое новая рулетка. Бриллиантовая рулетка. Стоимость игры на ней 99 амазингов. Тут, соответственно, добавили еще и новые призы. Я, в основном, крутил золотую. Золотая стоит 59, бесплатная. Насчет бесплатной, не знаю, у меня нет фриспинов. Давайте крутить бриллиантовую, наверное, посмотрим, что из этого получится. Тут очень много новых машин, скинов, как я вижу. Я думаю, что-нибудь хорошее для меня и должно выпасть. Но мне интересно покрутить бриллиантовую. Вообще, что тут падает? Тут я вижу очень много новых призов. Сейчас я, кстати, после первой прокрутки посмотрю, что там вообще выпадает. Потому что я вижу то, что они отличаются от золотой. А золотая, получается, теперь вообще будет невостребованная. 39 тысяч рублей мне выпадает. Давайте посмотрим, что можно выиграть. То есть... А, ну вот. Амейзинг мульти-тул. Аудиосистема. Третий чип-тюнинг. Наборы гангстера и машина. Ну, правильно, в принципе. Не знаю. Я думаю, с анимацией крутить, потому что мне интересно посмотреть, что-то вообще прокручивается и падает. В любом случае, я думаю, это будет забавно. Но на видеоролике на самом я, скорее всего, буду ускорять процесс прокрутки рулетки. Потому что вряд ли кому-то это интересно смотреть. Черная маска, игра в кальмары. Оставим ее. Хорошая вещь, я думаю. И смотрим, что дальше будет падать. Но, скорее всего, следующий я уже буду без анимации прокручивать. Потому что, ну, в этом нет особого смысла. Потому что мы увидели, что тут новые скины, как бы новые вещи. И в любом случае, вам упадет то, что упадет. И это уже вне зависимости от того, хотите вы это или нет. 27 тысяч рублей. Honda Civic. Заберем ее сейчас, протестируем, наверное. Маска Chains. Mazda RX-8. Amazing Graffiti. Набор Gangster. Еще Graffiti. Пистолет Louis Vuitton. Комплект лицензий. Три звезды розыска. Еще розыска. Бонни Макки. Не знаю, что это. Так, ну, по-моему, все, да? Мне выпало две машины. Больше ничего хорошего не упадет. 104 тысячи рублей. Мотоцикл Yamaha. Маска Dragon какого-то. Snake Skin. Желтая сумка Jacu. Понятно. Azimov на Сайгу. Понятно. Белая катана. Понятно. Понятно. Кепка Beer Amazing. Ну и все. Соответственно, мы израсходовали наши средства. Давайте посмотрим, наверное, в инвентаре. У нас тут есть инвентарь, если я не ошибаюсь. Так, я на сервере. Давайте забирать из призов тогда новые штуки всякие. Тогда мне надо будет открыть инвентарь. Снять все мои скины, которые у меня сейчас есть и надеты. Потому что мне интересно забрать некоторые маски и посмотреть, как они будут выглядеть. Заходим в прайс. Смотрим последние 15 призов. Я думаю, наличку тоже надо будет забрать. В любом случае, которое мне нападало. Потому что это важно. Вот у меня уже и лям подкопился. Но я не знаю, окупился я или нет. Потому что я пока цену вообще абсолютно не знаю. Давайте заберем Yamaha. Давайте посмотрим, что там по Mazda еще было. Вот кепка маска Dallas есть. В боднем маке. Вот сумочка есть. Вот сумочку заберем. Давайте посмотрим, что из себя сумочка представляет. О, с сумочкой. Ребят, ну это солидно. Это солидно. Это новые скины, новые, так сказать, объекты, новые аксессуары, которые добавили. Я даже не ожидал, даже не обращал на них внимания. Это интересно выглядит. Это очень забавно и очень интересно. Посмотрим, так, что у нас еще тут имеется. Вот так нужно делать капитальный ремонт. Ремонт дома после ограбления и всего остального. Потому что такое бывает в любом случае. Как бы никто от этого не застрахован. Улучшение дома. Давайте сигнализацию еще поставим. А то у меня что-то происходит, типа постоянное ограбление. Без сигнализации, конечно, тяжко. Все. Мы сейчас можем тогда пользоваться шкафом. Давайте вернемся домой. Потому что мы сможем тогда сложить туда ненужные вещи из инвентаря. По-моему, сейф мой никто не вскрывал. Я думаю, ничего оттуда не золотали. Потому что у меня там шмоток много разных было. Но как будто что-то подубавилось. Как будто что-то откуда-то украл у меня тут. Но я думаю, ничего страшного. Мы как бы перекинем ненужные шмотки. Так, в сейф я скинул ненужные вещи. Сейчас можем еще в багажник машины закинуть. Я совсем это забыл. В Ешку, наверное, закинем ненужные. У меня шмотки пока что. Ее все равно никто не сможет угнать и забрать. Давайте самокат туда положим. И всякие ненужные вот эти вот объекты, которые у меня лежат в инвентаре. Это все, конечно, круто и топово. Но мне это пока не надо. Вот это очень странно, то что я не могу все закидывать. Как бы реально очень странно. Так, все. Мы это закинули в Ешку. И сможем теперь забрать маску из инвентаря. Вот это уже посолиднее, мне кажется. Поинтереснее выглядит. Но я думаю, катану мы снимем. Потому что я выгляжу с ней кринжово. Лучше вот так сделаем. Я думаю, вот так будет намного интереснее все выглядеть. И сочетаться. Все, в Ешку мы, получается, закинули ненужные нам шмотки. Давайте посмотрим, что за мотоцикл Yamaha. GOSCO 3325 тысяч. В принципе, не знаю, тюнить, не тюнить ее. Я думаю, не особо есть в этом смысл какой-то. Давайте лучше сгоняем, наверное, в ДПС. Поставим на нее номера. Чисто по байтам просто на номера эту систему. Посмотрим, что в нее повыпадает вообще по номерам сегодня. Потому что машины у меня как раз-таки три. Мы, наверное, поставим номера и на этом закончим. Потому что у меня есть еще одна идея для ролика, которую я хочу прямо сегодня и прямо сейчас отснять. Получаем S163TV. Ну, такой себе номер. И как бы не особо крутой. Но я хочу посмотреть, как она будет выглядеть с номерами именно. На Yamaha, по-моему, номера не ставятся. Да, как бы они есть, числятся, но они просто никак не выглядят и не смотрятся. Ну, также багажник тут есть. Можно да закинуть. Давайте в Yamaha реально закинем ненужные нам шмотки. Все как бы. Давайте теперь посмотрим, что с Mazda. Mazda 400000, RX8. По-моему, не знаю. По-моему, она была где-то, если я не ошибаюсь. Либо она новая. Но что-то мне подсказывает, что в следующей серии мы все эти тачки будем тюнинговать и смотреть, что они из себя представляют. Пока что, типа, вид Mazda мне нравится. И, в принципе, в жизни машина меня как бы устраивает в том плане, как она ездит, там все остальное. Как бы я считаю, машина классная. Давайте получим на нее номера. Закончим Хондой. И все. Получаем номера на Mazda. 813 HR. ОХР. Ну, такое себе. Такая себе серия, конечно. Вот. И Хонда Civic. Посмотрим, сколько она стоила. Стоп. Хонда Civic самая дорогая. 775 тысяч. А что с ней такого? Я думаю, мы это проверим в тюнинге. Мы будем их тюнинговать, я думаю, в любом случае. Потому что мне интересно, что с этими машинами не так. Почему они так дорого стоят? Все. И получаем на нее номера в ТПС. R734 ОР. Ну, мне везет на зеркалке, но на какие-то одинаковые цифры точно не везет. Ну, везет на зеркалке максимум. И все, как бы. Абсолютный такой, я не знаю. Ну, как бы, ну, пускай есть и есть. Пофигу. Думаю, не особо важно и значительно то, что у меня вот так все выглядит. Ладно, ребят, не забывайте вводить мой промокод Левонтик, который даст вам на пятом уровне 100 тысяч рублей, на десятом 200 тысяч рублей. И также всякие бонусы при начале игры. Играйте вместе со мной на Mazinger PR Russia. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока-пока.